Санкт-Петербург 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 Сейчас они введены в отношении белорусской калийной компании, это мы говорим о инструментах американского влияния. То есть фактически ликвидируется возможность использовать торговую сеть БКК для продажи калийных удобрений на рынках третьих стран. Украинская дочка белорусской калий БКК также попала под санкции. Мы видим, что славкалий попал под санкции. Фактически это ответ Буцарееву одному из другов и очень четкий сигнал всем друзьям Лукашенко, олигархам, которые его продолжают поддерживать, что эта перспектива ждет и их. Это ограничение возможностей развития на нынешнем этапе белорусской калий, инвестиционного развития, понимая о том, что увеличивать производство и продажи будет невозможно. Госдолг также подвергнут санкциям, это очень важное решение, оно синхронизировано американцами с решениями Европейского Союза. И сегодня практически мы должны говорить, что на рыночных условиях разместить ценные бумаги Беларуси на рынках третьих стран невозможно. Четыре из пяти, наверное, потенциальных покупателей ценных бумаг на рыночных условиях ушли с рынка и уже не купят ценные бумаги. Это тоже очень важный санкционный инструмент. Сегодня могут быть приняты только политические решения. Например, Путин может, о чем вы говорите в контексте Украины, дать своим политическим решениям как деньги взаймы Лукашенко. Фактически Путин остается единственным потенциальным спонсором для режима Лукашенко. То есть санкции стали менее дырявые, санкции стали синхронными, санкции стали консолидированными. И это очень важный шаг. И очень важно, что это было опубликовано буквально в последние минуты совместное заявление Европейского Союза, Великобритании и США о том, что Европейский Союз и все партнеры настаивают на освобождении всех политических заключенных, настаивают на прекращении репрессий и настаивают на необходимости проведения в самое ближайшее время новых выборов президента. Давление усиливается. И, кстати, очень интересная тема. Мы постоянно говорили партнерам о важности попадания в санкции авиапарка, который использует Лукашенко. Ну вот это первый сигнал, его вертолет, так называемый подарок Буцериева, попал под санкции. Ну, следующими, наверное, будут его Боинги, так что в Москву он сможет ездить только поездом. Это еще один посыл, который необходимо учитывать Лукашенко диктатору на будущее. Что касательно Украины, мы видим, что, конечно, тут уже нет секретов. Фактически Лукашенко заявил о де юре признании российским Крымом. Это очень четкая политическая позиция. Я немножко не понимаю, почему наши украинские друзья пытаются как бы здесь тоже искать какие-то объяснения. Мне кажется, что первично заявление и о том, что он хочет посетить Крым, мы слышали несколько недель назад. Потом Савиник заявил о де юре признании Крыма, председатель комитета по международным делам, так называемой палатки. В последующем Макей сказал это после встречи с Лавровым в Москве. Сейчас дождались уже высказываний, заявлений Лукашенко. Можно поступить следующим образом. Заявить о непризнании Лукашенко как президента и тогда фактически все его заявления это пустые слова. Следующий этап. Это необходимо реагировать на дипломатическом уровне. Ведь фактически в последующем Лукашенко заявлял о том, что националисты в армии, о том, что Зеленский и Володя это случайный человек в политике, что Украина будет наша, что мы будем воевать на стороне России с Украиной. Неужели это с точки зрения дипломатии вообще себе представить не могу 10 лет тому назад? Возможно ли было 5 лет тому назад сделать подобное заявление, а на это другая страна бы вообще не реагировала никак? Потому что мы сейчас не видим никакой реакции такой серьезной, существенной со стороны Украины. Ну, третий элемент, второй элемент это отзыв посла. Это мог бы быть серьезный политический сигнал, а третий это ответные на эти заявления действия экономического характера. Да, здесь есть взаимозависимость торгового оборота Беларуси, экспорта Беларуси и Украины. Мы понимаем, что, например, на украинском рынке более 40% дистоплива, это первая позиция, это белорусского производства. Украина является для Беларуси вторым торговым партнером, а для украинцев Беларусь седьмым. Так что доля Беларуси в украинской экономике не такая высокая, как у нас. Так что здесь необходимо взвешивать все за и против, смотреть по конкретным позициям. Дистопливо, или это битум, или это электроэнергия. Электроэнергия скорее это помощь в экстренных ситуациях, поставка. Я думаю, здесь вопрос к экономистам украинским. Мы когда говорили с ними еще раньше, они говорили, что уже несколько лет тому назад они начали заниматься диверсификацией импорта из Беларуси подобной продукции. Для того, чтобы невозможно было Лукашенко шантажировать Украину поставками или не поставками этих продуктов. Ну, похоже, Украина пока не готова к такому сценарию, не готова ответить. Что бы можно было сделать, еще исходя из тех предложений, которые я озвучил, я думаю, хороший был бы шаг, если бы президент Владимир Зеленский пригласил бы демократические силы Беларуси в Киев и организовал официальный визит Светланы Тихановской, официальный прием в президентском дворце Украины всех лидеров демократических сил, демократического движения Беларуси. То есть это был бы политический сигнал. Он мог бы также принять или парламент, правительство Украины более принципиальные решения по защите прав беларусов, которые вынуждены эмигрировали на территорию Украины. Мы знаем, сколько сталкиваются с проблемами беларуса с оформлением документов. Это тоже мог бы быть серьезный ответ поддержки для беларусских демократических сил и для тех, кто вынужден уехал. Здесь можно обсуждать, но пока мы видим, что Украина занимает позицию выжидания. Эту же позицию раньше занимала Европа и американцы. Им понадобился год. Надо ли будет Украине дождаться реальной существенной угрозы со стороны Лукашенко? Я думаю, это ошибочный подход. Но в первую очередь, учитывая, что мы слышали заявление главы МИД Украины, когда только первые вот такие звоночки тревожные о том, что нелегитимная власть Беларуси назовет Крым российским, появились, тогда он заявил, что если все-таки такое заявление будет сделано уже самим Лукашенко, то наш ответ будет незамедлительным. Но пока вот медлят они пару дней. И у меня вопрос к вам как к дипломату. Вот если рассматривать ситуацию глазами Зеленского, то с одной стороны, учитывая, что финансовые потоки между Беларусью и Украиной довольно большие, то есть если их перекрыть со стороны Украины, как жест, как ответ на данное заявление Лукашенко, то пострадает бюджет страны Украины. Это как-то скажется на гражданах. То есть эмоционально, конечно, и граждане Украины, они, конечно, для них это очень болезненный вопрос. Аннексия Крыма и то, что Крым украинский, он таковым и является. И когда говорят, что другое, они очень на это остро реагируют. И это совершенно понятно, логично. И я это только поддерживаю. Но вот если брать Зеленского, то с одной стороны, народное недовольство, что он не отреагировал на такой острый вопрос, с другой стороны, благополучие граждан и финансовые выгоды от вот такой вот пока еще довольно невызревшей, так скажем, позиции, тихой позиции. Как вы думаете, что перевешивает? Почему? Или это just a business, или это, ну не знаю, неопытность политика Зеленского? Тут опять же вот наши зрители пишут, что могли бы синхронизировать украинские санкции в свете последних событий с озвученными санкциями вами. Что вы думаете об этом? Вот как раз зритель сорвал с языка. Я думаю, что это тоже вопрос сейчас вызова для украинской внешней политики, для дипломатии украинской. Каким образом они подойдут к синхронизации с санкциями Европейского Союза, США, Канады и Великобритании? Возьмут ли они хотя бы часть тех инструментов, которые сегодня уже начинают использовать все эти государства и Европейский Союз? Это тоже вопросы вызова. Конечно, нужно понимать, что Лукашенко появился не вчера, и проблема Лукашенко перед Украиной возникла тоже не вчера. Если украинцы говорили о том, что они с 2019 года уже оценивали риски контактов с режимом, и именно с этого года была принята специальная программа по диверсификации, потому что бы не использовал Лукашенко в качестве инструмента шантажа в отношении Украины именно экономический рычаг, то, что он поставляет, или Беларусь поставляет энерго, ресурсы, прежде всего дизельное топливо, калийное удобрение. Там порядка 48% это дизельное топливо за эти 9 месяцев, 10% это калийное удобрение. Ну, электроэнергия, как такая палочка-выручалочка спасительная в кризисной ситуации. Если они понимали и просчитывали ситуацию, то есть насколько они его просчитали. Оценивать мне некорректно как дипломату, как политику, наверное, действия президента Украины, но вместе с тем не замечать существования реальной угрозы, фактически уже существующей угрозы возле границ Украины со стороны диктатора Лукашенко и его режима, ну, невозможно. Но я думаю, все это прекрасно понимают. Исходить из позиции, что эта проблема сама собой разрешится, рассосется и, не знаю, разложится по полочкам, я не верю в этот сценарий. Мы видим, как ведет себя Лукашенко. Это человек агрессивный, человек воинствующий, он фактически называет уже не партнерами соседей в Европейском Союзе, он называет их врагами, он это заявил в понедельник. Он говорит о том, что якобы он готов будет отправить вооруженные силы Беларуси воевать на стороне России против Крыма, против Украины, что он говорит, что не дай бог нам помешает чрезвычайная ситуация провести референдум, это мы переводим с вами тему к референдуму, значит, он предполагает какие-то вооруженные конфликты. Он заявляет о размещении Искандеров возле границы с Украиной. То есть все это факторы реально существующие. И считать, что на это нельзя реагировать, это фактически подвергать себя еще большей опасности. Мы говорили европейцам еще в прошлом году, без лишительных действий в отношении диктатора режима Лукашенко ситуация будет только ухудшаться. Что мы имеем сегодня? Многочисленные аресты, задержания каждый день. Лукашенко развязал гибридную атаку, агрессию в отношении Европейского Союза. Он становится большей угрозой дестабилизации, он фактически стал фактором дестабилизации в регионе. То же самое это и относится к Украине. Поэтому не замечать этого нельзя. Какие употребить инструменты? Вот это уже воля политическая президента Украины, правительства и парламента Украины. Мы, как я, как политик, назвал этот инструментарий. Это непризнание, это дипломатические шаги по отзыву посла, отправлению посла на территории Украины в Беларусь. Это экономические инструменты, которые доступны. Это политические инструменты, приглашение Тихановской или организации встречи ДМС в Киеве. То есть можно здесь еще придумать много инструментов, но на это необходима политическая воля руководства Украины. Я опасаюсь, что если они этого не поймут и не сделают, они попадут еще в более худшую ситуацию, в большей зависимости от диктаторов. Надеемся, президент Зеленский проснется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!